Всем привет дорогие зрители, спасибо большое, что заглянули на мой канал. Сегодня у нас не вполне обычное видео для моего канала, так как вы находитесь у меня на кухне, а это значит, что мы будем готовить ужин. Я вас поздравляю с концом недели. Это была не самая простая неделя, но тем не менее она закончилась, поэтому я вам предлагаю провести эти несколько минут своего времени, своего пятничного вечернего времени вместе со мной. Сегодня мы приготовим ужин, немножко в таком тайском стиле, но это чуть-чуть забегая вперед. И также поболтаем о жизни, поговорим. Может быть у вас возникнут потом какие-то вопросы, разумеется, пожалуйста, оставляйте их внизу под видео. Я буду с удовольствием на них отвечать примерно вот в таком формате видео. Если вам интересно, давайте продолжим. Ну что ж, дорогие зрители, сегодня мы с вами вместе готовим тайский карри. Я очень люблю тайскую кухню, она такая приятная, пряная, острая, в общем, огромный взрыв эмоций и потрясающих ощущений, когда вы пробуете действительно настоящую тайскую еду. Надеюсь, что однажды я побываю в Таиланде и обязательно попробую эти потрясающие блюда. А сегодня на моей кухне мы приготовим красный тайский карри. Я вам покажу, как я это делаю и надеюсь, что вам будет интересно. Ну что ж, дорогие зрители, для приготовления красного тайского карри нам необходимо мясо, в данном случае это курица. Я ее уже посыпала перцем, сейчас я вам покажу, как я это делала. Ну что ж, дорогие зрители, наша курица отправилась в холодильник, а мы с вами приступаем к готовке. Итак, во-первых, нам понадобится, конечно же, перец. Это обычный сладкий перец, можно взять болгарский. Также у меня тут два перчика чили, но я думаю, что, вероятно, хватит и одного. Я взяла еще три зубчика чеснока, обычно я беру от двух до трех, в общем, тоже ориентируюсь по ситуации. Также луковица нам понадобится одна, репчатая, среднего размера. И, конечно же, я купила два продукта в азиатском магазине. Первое – это кокосовое тайское молоко, и второе – это сама по себе паста карри. Для приготовления непосредственно соуса и курицы я беру вот такой вот здоровый бок. Он глубокий, это просто глубокая сковорода. Очень удобная вещь в хозяйстве, так что советую. Ну и, конечно же, доска и нож. Ну что ж, дорогие зрители, я не претендую на звание никакого кулинарного гуру или шеф-повара. Я просто, как любая нормальная женщина, люблю готовить и люблю радовать своего любимого человека. Так что давайте продолжим. Следующий на очереди у нас перчик чили. Честно говоря, дорогие мои, я еще, наверное, полгода назад не могла представить себе, что я буду вот стоять перед камерой у себя на кухне и что-то вам рассказывать, что-то показывать. Я была настолько зажатым человеком, мне настолько было неприятно, когда на меня наводили камеру, что мне очень хотелось от этого избавиться. Дело в том, что я на протяжении многих лет снимала видеоклипы, видеоролики про мероприятия, про какие-то новые продукты, еще про что-то, и я всегда оставалась за камерой. То есть меня никогда не было видно. И когда на меня наводили камеру, это всегда был тихий ужас. Я не знала, как себя вести, я не знала, что делать, что говорить. И, честно говоря, вот этот момент, когда я вставала за камерой, для меня это было как сейф-поинт. То есть я была абсолютно в безопасности. А сейчас как-то благодаря вам, благодаря вашим добрым словам, вашим комментариям, вашим лайкам, я научилась себя более спокойно и свободно чувствовать перед камерой. Поэтому спасибо вам огромное, давайте продолжать в том же духе. Мне действительно приятно, что у меня на данный момент подобралась такая потрясающая аудитория. Я очень рада для вас снимать. Мне это очень приятно, доставляет просто неописуемую радость. Ну что же, дорогие мои, я уже почистила корень имбиря, поэтому мы его сейчас просто натрем на терке. Надеюсь, что вы мне поможете. Ну что же, корень имбиря – это потрясающий ингредиент. Это важная часть любого азиатского блюда. Он дарит такой немножко тягучий, горьковатый привкус. Но этот привкус и сама по себе эта специя вас согревает изнутри. Я могу сказать, что я очень люблю корень имбиря. И честно говоря, я вам его настоятельно рекомендую, если вы хотите согреться. Зимой это немаловажно. Просто добавьте себе в чай или в кофе или в глювайн немножко имбиря. И правда, вы почувствуете этот потрясающий вкус. Ну что же, дорогие мои, сейчас я порублю мелко чеснок. Потом разогрею вог, добавлю туда немножко подсолнечного масла. Обжарю курицу вместе с луком и со специями. Замешаю это все вместе с остальными ингредиентами. И потом смешаю вместе с кокосовым молоком и с непосредственно тайской пастой карри. И можно будет считать, что курица у нас готова. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok